Мы с вами находимся около вольера зубров. Это третий зубрёнок, который родился у нас вот уже за последнее время. Первые зубры в нашем зоопарке появились в 1980 году. Мы их отправляли в разные зоопарки Советского Союза тогда еще. Это и Тбилиси, и Херсон, и Аскания-Нова, и Киев. Ничего не знаю о зубрах. Знаю, что большое, огромное животное. В природе, наверное, очень мало их осталось. И, наверное, это такие случаи очень редкие, когда рождаются в неволе маленькие. Будем надеяться, он будет здоровым, вырастет, и потом даст еще потомство. Знаю, в Белоруссии их родина их оттуда, в основном, с Беловецкой пущей. Да, как бы и все. Для зоопарка это достижение, новое поколение, скажем так, молодое поколение для зубров. Молодежь подрастает у них. А как выглядят зубры? В Беловецкой пущей они по-другому немножко, они намного больше, чем здесь. Да, здесь маленькие, там побольше, конечно. Ну, здесь вырастут еще. Ну, вырастут, когда же не денешься, по-любому вырастут. Зубры – это краснокнижное животное. Они размножаются и содержатся, и поконтролируются специальной программой по разведению и содержанию зубров. Вот. Координатор постоянно контролирует, в каких условиях живут наши зубры. Самец у нас приехал, папа этого детеныша приехал из Киевского зоопарка в 2010 году. И в 2013 году приехала из сталинского зоопарка мама. Ее зовут Гая. Вот. И это уже третий их детеныш. Мы его назвали мустанг. Мама у него очень строгая, очень строгая самка. Вот. Она даже не подпускает к решетке близко людей, которые даже ее кормят и обслуживают. Она очень строгая. И когда у нее рождается детеныш – это свирепая овчарка. С ней очень опасно работать. И ребеночек родился под стать маме. Он с первых дней начал бодаться. Нападает на людей, бодается и с разгона прям лбом бьет. Хоть маленький, но бьет сильно. Эти животные очень любят веточный корм. В Аскане и Ново пытались разводить зубров, содержать и разводить зубров. У них не получилось. У них очень большой недостаток веточного корма. Без веточного корма эти животные очень сильно страдают. Это где-то к четырем годам животное набирает полные свои размеры, вес, габариты. И тогда уже это полноценное взрослое животное. Субтитры создавал DimaTorzok